Сегодня 19 сентября, 24-й год. Ровно год назад в это время имела место специальная операция по очистке территории Карабахского региона от последних бандформирований воинских частей, которые там находились, сепаратистов фактически. И в это же время произошел массовый исход армянского населения Карабаха из региона Карабаха в Армению. То есть люди очень так быстро, спешно покидали свои дома, садились в машины и уезжали, покидали Карабах, свои дома, свои места, где они жили. И прошел год, что думают эти люди, что чувствуют эти люди, что их наполняет. Они живут сейчас в массе своей, живут в Армении. Кто-то уехал, у кого получилось, кто-то устроился, кто-то хорошо устроился, кто-то никак не может найти себя. Что думают, что чувствуют эти люди. Мне всегда было это интересно. Я посещал различные форумы. И вот сейчас недавно буквально посетил одну группу в Фейсбуке. И там было видео. И дальше я нашел уже автора этого видео, его канал в ТикТоке. Давайте послушаем, что говорит этот карабахский армянин, его зовут Сейран Даниэлян. А дальше прочитаем некоторые комментарии его соотечественников и также местных ереванских или айастанских армян. Что они ему предлагают и так далее. Приветствую всех. Народ, есть такая мысль у меня, не знаю, скажу ее. Есть такие, которые хотят собраться и поехать обратно в Арцах, жить там? Вы скажете, что под флагом турков или еще под чем-то у турков. Нет. Не знаю, говорю, что место меня тянет, Арцах тянет к себе, как маяк я остался один. Если сейчас я соберусь и поеду, но если получится, я смогу туда поехать. Один раз я поехал, меня развернули назад. Если я в этот раз поеду, то кто меня знает, будет говорить за моей спиной, смотрите на этого предателя, поехал с турками, живет. А тогда зачем его приехали в Армению, сюда? Там бы тогда остался. Ситуация уже прошла, хорошо выехали. Да, мы смотрели друг на друга, все выехали, но приехали сюда, чтобы жить. Но смотрю, что не получается. Даже охранникам устроиться сложно. Уже 10 месяцев еще работу не могу найти. В охрану подал заявление, а сказал, возраст большой. Я не понимаю, если мы не можем на нашей родине жить, как нам быть? На нас зляться. Уже несколько раз я попадал в драки из-за наших арцахцев. Плохие разговоры про нас. Да, среди местных есть добрые люди. Как будто разделяют с нами нашу боль, внушают надежду, все такое. Но в итоге, как я не смотрю, не получается жить тут. Говорят, а что и как жить с турками? Я же не говорю, что идти с турками, дружить или брататься с ними. Мы поедем в наш арцах жить. Есть такие люди, которые хотели бы поехать. Например, я очень тяжело переношу, Если, когда по ТВ или в интернете показывают, как в арцахе в Степанакерте, сколько турков, мурков там ходят, все испоганили там, в зданиях свои танцы устраивают, там подобное. Не знаю, все равно мне кажется плохо, меня тянет назад туда. Разве плохо будет уехать туда и жить там? Мы на своей родине не можем жить. Наверное, где-то 80-85% арцахцев Их тянет уехать обратно. Только что-то их удерживает. Только хорошо тем в Армении, у кого деньги есть. Как будто они хотели, чтобы все так и произошло. Они себе полностью обеспечили всем. Ни о чем не переживают. Но если бы был бы шанс у них туда вернуться, они бы быстрее всех нас вернулись бы туда и решили бы все свои вопросы там. Как плохо, мы пострадавший народ попали в такое положение, скитаемся. Мы очень пострадали. Мы арцахцы изначально были пострадавшие. Я работяга. Но здесь все так сложилось, твое положение, что ты приехал оттуда. Короче, все перевернулось и все такое. Но меня тянет обратно. Если есть те, которые захотят вернуться в Арцах, не знаю, соберемся, поедем. Если пустят нас, тогда хорошо будет. Вот только чтобы у нас за спиной не говорили, предатель такой сякой, мол, пошел жить с турками. Как будто когда армяне едут в Россию, там под русским флагом столько армян живут. Большая часть армян там живет в России. Все они живут под флагом Путина. Разве не Путин нас сдал? Разве не Россия нас предала? Что мы скитаемся сегодня так? Мы все арцахцы, практически все знаем русские. Русские пришли нас спасать вроде как. Но русские пришли, нас сдали, ушли. Теперь так, если мы соберемся ехать, получится пройти границу. Здесь чем больше мы будем оставаться, тем больше на нас будут злиться. И будет обостряться ситуация. На каждом шагу будут проблемы. Короче, я точно поеду. Если есть желающие, то я планирую заправить машину бензином и снова поехать на границу. Я не могу здесь оставаться. Если есть такие люди, как я, я не говорю, что я еду с турками дружить или брататься с ними. Главное, что у меня все получилось, и я поеду. Народ, хотя бы братские могилы наших ребят, если я посещу, увижу, вон показывают, все там заросло травой. Я хоть смогу могилы почистить, убрать. Все понимаете? Наши могилы. Потому что у нас много есть знакомых, близких, которые лежат там. Очень больно, очень плохо, короче. Как говорят карабахцы, это все душит нас, душит. Не получается. Я не говорю, что здесь в Армении все люди плохие. Нет. Есть хорошие люди и очень хорошие. Но большинство к нам относятся по-другому. Не хотят видеть здесь арцахцев. Есть и такие арцахцы, которые выступают против правительства Армении, против ереванцев, разные разговоры ведут, поэтому они ненавидят нас. Мы думаем, что все имеем. Нет народа. Айастанские не все за наших карабахских. Поэтому из-за такой какой-то части людей страдают все. Например, есть люди, и хорошие люди, которые нас приняли, дали место, дали стакан воды, приняли нас. И так далее. И за это мы благодарны. Но мы здесь не можем жить. Все равно наш образ жизни другой. Воздух здесь тяжелый. Дышать, он тяжелый для нас. Не то, что плохое место. Это наша Родина. Но тяжело. Я не могу. Если есть желающий уехать, дайте знать, все вместе уедем. То есть вы сейчас слышали, что говорит этот человек, что его наполняет, что он говорит своим соотечественникам, делает такой призыв поехать, уехать, сделать этот шаг и вернуться домой, вернуться в Карабах. Почитаем некоторые комментарии. Вот женщина пишет. «Вы только говорите. Нужно дело сделать. Объединитесь и купите, и купим, значит, оружие». Он отвечает ей. «Где объединимся и купим оружие?» Она ему отвечает. «Если мы будем сидеть и только говорить, что поменяется? Нужно что-то делать». Вот некто Мхер пишет. «Очень много людей есть готовых». Говорит, «Очень много готовых», он отвечает, этот Сейран. «Но мало людей, которые делают шаг». Что хочется сказать, что очень много людей, я прочитал все комментарии и здесь, и в Фейсбуке. В Фейсбуке, конечно, больше комментариев от в основном жителей Карабаха, бывших жителей Карабаха, его соотечественников. Они в основной своей массе сочувствуют ему и согласны с ним, в принципе, что они не могут жить в Армении, они хотят уехать, что им трудно. Некоторые отговаривают его от этого шага, то есть вернуться сейчас в Карабах, потому что там турки, там азербайджанцы, там небезопасно и так далее. И некоторые армяне из Армении тоже пишут ему, кто-то его тоже утешает. Нельзя сказать, что все ругают его или унижают его, но очень большое количество армян из Армении, которые унижают этого человека, оскорбляют его за его диалект. Но нужно понять, что он говорит на своем диалекте и обращается к своим соотечественным, то есть карабахским армянам, для которых этот диалект, родной язык, родной диалект. Вот пишет женщина, тоже хочу домой, нам здесь не рады. А я, говорит, приезжая, я еду, говорит, когда будешь ехать, сообщи, скажи. Мы все, говорит, как ты. То есть пишут на карабахском диалекте, то есть это карабахские армяне. А это уже местный ереванский армянин пишет ему. Ахпер хайрен хоса хас кананг. То есть вот в этой вот фразе унижения. Говори, говорит, по-армянски, чтобы мы тебя поняли. То есть человека унижает за его диалект. Человек говорит на своем диалекте армянского языка. Он его унижает. Говори по-армянски, чтобы мы тебя поняли. Но он говорит не вам, а говорит своим соотечественным. К вам он не обращается. И он пишет ему, отвечает, что это настоящий армянский диалект. И неважно, это арцахский или лилинаканский или еще какой-то диалект. Если ты не понимаешь, прости меня. Я хочу сказать здесь в этой связи, что я дословно перевожу, что он говорил, и что здесь написано. То есть люди используют слово арцах. Я перевожу так, как они говорят. Конечно же, для меня не существует никакого арцаха. Я не признаю ни это понятие, ни это явление. Для меня это слово ассоциируется с горем, с трагедией, моей собственной трагедией. Это слово арцах или слово миацум. Но я, будучи переводчиком в данном случае, перевожу дословно, что человек говорит, как он говорит, используя его лексику. Он говорит, он называет Карабах арцахом. Я перевожу. Претензии не ко мне. Пожалуйста. Потому что некоторые меня упрекают, что я очень часто говорю слово арцах. Но я говорю его только потому, что говорят эти люди, это перевод, дословный перевод речи, прямой речи этого человека и этих комментариев. Пишет какой-то Артур Манукян. Арасранг Суворен Мерхашвин Апрен. Эти, говорит, привыкли жить за наш счет. То есть, это местный армянин, ереванский, аястанский. И говорит, эти привыкли, карабахский, жить за наш счет. И этот вынужден тоже что-то говорить в ответ ему. Другой местный армянин ему пишет, ереванский или аястанский, говорит, ты говоришь на азербайджанском? То есть, хочет его унизить, что он говорит на азербайджанском языке. Пожалуйста. Другой ему предлагает, тоже местный армянин, ахпер автои мечэль апри, сагит яразанка авто наэгэль, и массах арцах цинэра аменалав авто нэрэкшум. Живи, говорит, в этой машине, потому что у вас у всех была мечта иметь хорошую машину. И сейчас вы все ездите на хороших машинах, на самых хороших, на самых лучших машинах. Человеку предлагают жить в машине. Понимаете? Вот пожилой какой-то человек говорит ему, что если у тебя хватает риска сделать этот шаг, то есть уехать жить в Карабах, азербайджанский Карабах. Делай, говорит, этот шаг. Вот, говорит, в Турции сейчас живет более миллиона армян. Не знаю, откуда он взял эту цифру. И они же не все предатели, они же не предатели, говорит. Они же не предатели. То есть нельзя же их обвинить. Ну и вас нельзя будет обвинить в том, что вы предатели. То есть человек, который живет с турками или с азербайджанцами, он по умолчанию предатель. Понимаете, какая идея. Вы, приехали и ставите требование, а наши дети, наши ребята погибли ради вас. Что вы сказали утешительного в адрес их родителей? Пожалуйста. То есть упрекает этого человека в том, что ереванские или армяне Армении погибли. А кто их просил погибать за этот сепаратизм? Не вы, не ваши национальные идеи? Пишет кто-то. А я стану апогатчика. В Армении нет будущего. Арцах цинери амаш для арцахцев. Бать арцах вера дарца гнара ворче. Но возвращение в Арцах невозможно. Он ему отвечает, что все возможно, что Бог изменит все. То есть у него такая надежда. Автор этого видео. Опять ему пишет ереванский армянин. Вы только живете за счет других. Уезжайте, уезжайте и не возлагайте надежду на армян. Вот пишет ему человек, что решите день и место. Мы соберемся и решите как поехать. Тоже пишет. Все на карабахском диалекте они пишут. С трудом можно понять. Меня тоже говорит забери с собой. Еще пишет женщина я тоже приеду. Такие вещи пишут, что мы хотим тоже с тобой поехать. Пишет кто-то ему, что если ты поедешь и живешь в Арцахе, у тебя есть мальчик, который вырастет, ему будет 18 лет, он должен идти в армию, и в армии он должен служить против кого и кого защищать. Ты об этом думал? ему задают этот вопрос. Вам нужно было по-мужски стоять и вашу страну сохранять, а не как женщины убегать, улетать. Что вы сейчас пришли и на нас делаете миннет? Дословно перевожу. Вот такие комментарии, масса комментариев. Очень много карабахских армян. которые его поддерживают. При этом вы видите ненависть к азербайджанцам. Абсолютно они не рассматривают то, что они будут жить по законам Азербайджана, что они должны быть лояльны, что они должны быть способны к человеческому общению, к нормальному сосуществованию, добрососедскому существованию. Об этом речь не идет абсолютно. То есть не могу жить здесь, мне тяжело, мне трудно, хочу уехать, хочу вернуться. Вот и все.